Народная славянская радио Всем здравия, с вами Народная славянская радио, Алексей Орлов Сегодня у нас по одному из современных календарей 25 января 2017 года, среда По одному из старинных пятый день Месяца в Юг и Стужа, 7525 лета, третийник Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме Осознанность и культура Автор соведущий Александр Меншиков Здравия тебе, Александр Здравия, Алексей Здравствуйте, все наши радиослушатели Приветствуем Итак, давай для начала ты немножечко расскажешь О себе, как докатился до жизни такой Чем занимаешься и так далее А потом уже мы будем начинать раскрывать тему Осознанности и культура Хорошо Во-первых, еще раз хочется поприветствовать Всех наших радиослушателей Интернет-слушателей По своему роду деятельности Я тот человек Который в самом широком смысле занимается Вопросами сознания Изначально занимался вопросами сознания В приложении к человеческой деятельности К, если можно так сказать, бизнес-сфере какой-то К определенным коммуникациям в обществе Но со временем Меня стали больше занимать личностные вопросы И сейчас я реализуюсь и проявляю себя И как психолог-консультант Соответственно, занимаюсь вопросами сознания В человеческом пути В человеческом общении Взаимодействии и так далее И как такой исследователь Мне очень нравится это слово Формулировка Я стараюсь не останавливать свое обучение И познание мира И исследую процессы сознания В самых разных областях И вот когда я услышал И когда меня пригласили Поучаствовать в этом эфире Мне стало очень интересно взглянуть На определенные точки зрения И на определенные, возможно, даже пощупать И как-то испытать определенную энергию Вот этого вот среза мира И вот, скажем так Вот этого пространства сознания Где люди ощущают свою очень глубокую И такую интимную связанность с корнями С родной землей С родным родом С определенным течением истории Потому что, на мой взгляд Это куда более широко, интегрально И, скажем так, объемно Нежели то, как мы вообще в целом привыкли В обыденной жизни себя ощущать Поэтому спасибо за вашу... Эко тебя так это прям развернуло Ты прям молодец Прям так хорошо А сам-то интересуешься Своими корнями, наследием Или так это просто? Ну есть оно и есть? Разумеется, я на три четверти сибиряк Даже я бы сказал, что где-то на семь восьмых сибиряк Если быть более точным И, конечно, тема родной земли Родной культуры Меня в достаточной мере интересует И я ощущаю эту связанность Возможно, мы сегодня попробуем Эту тему как-то поглубже раскрыть И у меня есть кое-какие соображения И мысли по поводу вообще того Откуда берется вот это интимное ощущение близости С чем-то... Ну вот мы можем ощущать связанность С человеком, с животным Но вот как ощущается связанность С землей, с культурой, с родом Это же вещь в очень серьезной степени Метафизическая, глубокая, субъективная И не совсем легко поддающаяся Как бы осмыслению и измерению какому-то Но в то же время абсолютно реальная Поэтому вот как бы поговорить об этом Было бы, наверное, интересно Мне и послушать и твою точку зрения И, возможно, что-нибудь рассказать Хорошо, ну раз интересно будет поговорить И послушать, поговорим и послушаем Я в наш чат уже начинаю сбрасывать вопросы Которые мы пока прибережем Не будем их озвучивать Вот они появляются у нас здесь А вопросы я беру из чата Народного славянского радио Это я уже радиослушателям напоминаю Что если у вас вдруг появились вопросы Вы можете в чат зайти, зарегистрироваться Это один раз делается Славомир.org наш сайт Кто не может найти так То ищите в любом поисковике Народное славянское радио Дальше, войдя на сайт, ищите слово «чат» Нажимайте И потом, если вы уже зарегистрировались Логин, пароль себе придумали Е-мейл указали То можете пользоваться бесконечно долго Пока этот чат будет существовать Итак, первые вопросы уже идут Напоминаю нашим радиослушателям Пожалуйста, будьте активны Задавайте вопросы, пользуйтесь моментом Потому что Александр у нас первый раз Вот познакомьтесь с ним более активно Итак, значит, тебя заинтересовало Как здесь у нас происходит атмосфера И что у нас, чем, в общем-то, дышат люди Которые интересуются своей какой-то родовой связью И так далее И чем, в общем-то, наверное, отличается осознанность И культура людей, которые заинтересовались Своими древними корнями От тех людей, которые просто произносят Слово осознанность и культура Неосознанно и бескультурно Абсолютно Давай разберемся с тем Что в понимании осознанности Сейчас давай так Что в понимании осознанности культуры Вот такой вопрос общий сначала задам А потом уже будем развивать его Мне вообще кажется, что тот вопрос, который ты сейчас озвучил Он интересен и как Такой определенный вызов Для размышления Приглашения к размышлению всем нашим радиослушателям Потому что их-то как раз мнение Нам тоже было бы интересно Возможно увидеть И если ты зачитаешь То, мне кажется, это тоже обогатит нашу беседу Что касается меня Что касается меня На мой взгляд Поговорим об осознанности до начала Осознанность предполагает определенную Исходя из семантики Слово Процесс осознания То есть Процесс определенного взгляда на то Что есть на самом деле И процесс Это какого-то Возможно, внутренней переработки Внутреннего Усвоения Того, что ты увидел Того, что ты понял Того, что ты почувствовал Когда мы говорим Об осознанном восприятии чего-либо То мы говорим о том Что это такое Очень глубокое восприятие Которое отличается От обыденного Процесса наблюдения жизни И мнения Когда мы что-то мним о реальности То есть как-то ее Внутри себя Непонятно как Искажаем Трактуем Осознанность все-таки Предполагает определенное Внутреннее стремление К постижению истины Но истина проявляется нам всегда Когда мы берем Максимально широкую Рамку из доступных нам Восприятия То есть когда мы Не уходим в какую-то Точку зрения А можем Оглянуть Оглянуть реальность Осознанность начинается С буквы О Это такой Кругозор определенный Оглянуть реальность Максимально широко И когда мы говорим О человеке То разумеется Первое что как бы Ум Иллюзорно хочет сказать Что человек Это что-то отделенное Обособленное Вот он родился И к этому миру Особо никак не привязан Ну вот он такой Самостоятельный Единичка Бегающая Прыгающая Что-то делающая Но когда мы Начинаем Глядеть вглубь Да И осознавать человека То мы обнаруживаем там Что он Часть огромной Большой системы И различные Духовные учения Которые Скорее даже Взаимодополняют Чем взаимоисключают Друг друга А фокусируются На разных областях Того как человек Является частью Некой большей системы И как он вовлечен В глобальную экологию В глобальное Как бы В глобальное Мироустройство И вот если говорить О каких-то Различных Метафизических Эзотерических Концепциях То здесь Я как раз Какими-то вещами Могу поделиться Но Раз уж у нас Тема род Мы все равно Будем говорить О культуре родной О связи с землей То здесь Это тот фактор Который на самом деле В нашей западной культуре Мы живем так или иначе Вот в обыденной жизни В культуре более западной В нем связь с землей И с родом Конечно Достаточно в мере Утеряна И это очень плохо Грустно и печально Потому что Человек В основе своей Конечно же Является в первую очередь Частью определенного Ну как бы Общечеловеческого процесса Развития Какой-то Какой-то структуры Которая включает его народ Включает его родную землю Это конечно метафизическая структура Энергетическая структура Можно так сказать Можно разные слова подобрать И когда человек Осознает эту связь Он осознает Что он является Не просто отдельной единичкой Которая может творить Все что ему заблагорассудится А с такой же свободой воли Но в то же время Он является частью Частью сложной системы Частью сложной экологии То он в этот самый момент Ощущает себя Что ли Как-то И более устойчиво Психологически В том числе Он ощущает себя Более сбалансировано Он ощущает себя Более осмысленно И это наполняет его жизнь Поэтому Вот как говорили Есть такая фраза Без рода, без племени Человек Который Он не может быть Окончательно Психологически устойчив И не может быть Окончательно психологически Сбалансирован Потому что Он смотрит на мир узко Он видит себя отделенным В тот самый момент Когда человек осознает Свою связанность Он обретает Ну скажем так Какие-то Его глубинные Если говорить С точки зрения психологии Его глубинные Структуры психики Глубинные программы Которые заложены в него Не им А именно Каким-то Коллективным сознанием Они начинают Активизироваться И дают ему Большую Большую наполненность Ну вот это Очень вкратце Здесь очень много Чего я подзацепил Давай будем развивать Что-нибудь Да-да-да Итак Осознанность Значит вокруг Около Так сказал Около Вокруг чего-то Или распространяющийся Это о смысле Это я бы сказал То что это Вот два фактора Да То есть это во-первых Стремление Постичь сущностно Да То есть в отличие От внешнего постижения Которое мы в жизни Используем Да Постичь в своей сути И конечно Взяв самую широкую рамку То есть Осмыслить максимально широко Объемно То что Мы видим Я понял Ну вот надо понять Слово сознание Тогда что имеется в виду Потому что вокруг сознания Это все происходит Осознанность Есть осознанность Вокруг сознания Тогда сознание Что в твоем представлении Чтобы совсем уж Понять О чем идет речь Ну Если говорить Как бы От себя Да Мы всегда По-другому и не можем Ну в общем да С тобой же общаемся Не со справочником каким-то Да Я бы сказал Что сознание Это То единственное Что в этом мире Реально Да Все остальное Есть плоды сознания Плоды творения Сознания и так далее Иными словами Сознание это наша Подлинная сущность То есть то Что является Тем бессмертным И нерушимым В нас Что Что вообще Как бы Мы можем На что мы можем Опираться И что мы можем Считать Заподлинное В этой жизни В семантике Слово сознание Конечно же Да и в английском Слове Да есть Есть тоже Вот этот Со Или ко Частица Да Которая Отвечает За Указывает На то Что сознание Всегда Процесс Совместный То есть это Совместное Знание Тем самым Здесь идет Намек От древних О том Что сознание На уровне сознания Мы все являемся Неразрывно связанной Сущностью При этом Конечно же Не теряя Каких-то Уникальностей Свообразностей Наших Собственных Но На более Высоких Уровнях Мы не можем Мнить себя Отделенными Мы Ощущаем Связанность И единство В этом плане Сознание Это наша Подлинная Сущность Которая Соединена С миром С реальностью С другими Но я все-таки Хочу Немножко От русского Языка Все-таки Отталкиваться Мы русские Люди Говорим По-русски И надо Понимать Смысл Этих Слов Вот если Мы еще Немножечко Сузим Снова То есть знания И сознание Они рядом И вот Если мы возьмем Слово знать Там есть нять Внутри Нять Это то что принято Можно отнять Можно принять Можно занять Можно перенять И так далее Нять это то что Стало чем-то Чим-то То есть Даже если Мы берем Ну условно говоря Так От тонны зерна Какую-то горсточку Мы к себе ее взяли Но эту тонну зерна Мы все так и не познали Мы ее не взяли То есть я к чему Говорю Если мы увидели Какую-то часть жизни Свою Вот посмотрели Вокруг Вверх Вниз Право Влево Потрогали Пощупали Понюхали И так далее Повалялись на земле Это еще не означает Что мы взяли Весь мир Это еще не означает Что мы стали Всем миром Мы только малую часть взяли Тем более Мы не можем знать Опять С того Нять Здесь упротевляю Знать Что например Творится сейчас На противоположной стороне земли С точки зрения Знания Сознания И о сознании Мы не можем Являться цельным Вот Сейчас Закончу Сейчас Подожди Александр Сейчас закончу Но с другой стороны У нас есть Помимо сознания И о сознании Другие связи Энергетические Информационные Божественные связи И так далее Которые Нас Генетические Вот через них Через родовую Например Память Через родовую нить Через родовой канал Через какие-то Горизонтальные Вибрации Мы можем Уже связываться С другими То есть все-таки Осознанность Это то Что человек Может понять А есть еще Неосознанное То в чем мы Находимся Мы это понять Не можем Но это есть Например Мы не осознаем Весь мир Но он есть И мы часть Этого мира И все Что происходит В этом мире Происходит И с другими Людьми И с нами В частности И Зная И этого Или не зная Думая Об этом Или не думая Даже подозревая Или не подозревая Мы все равно Здесь живем Как например Мать Может чувствовать Что творится С ее ребенком Где бы он ни был Хоть на северном полюсе Она находится Там В другом месте И она чувствует Что-то происходит Не то Она это не осознает Она не может Это выразить Что конкретно Она чувствует Что с ним происходит Что-то не так И она быстро бежит К телефону Или к телеграмму Какую-то Или еще к кому-то Чтобы с ним связаться То есть Осознанность Все-таки Сознание Это то Что человек Сознает То есть Он принимает И это может понять А есть еще Неосознанное Ну вообще Если так уж говорить То одна из таких Наших эволюционных Целей Человеческого существа Здесь Это Пробуждение От неосознанности То есть Та же мать Которая Ощущает импульс Для того Чтобы она его могла Идентифицировать И понять Что что-то не то происходит Она должна Этот импульс Осознать То есть Произвести процесс Восприятия Этого импульса И вывести его Из подсознания Своего Из какого-то Из разума тела Из соматического разума Перевести его В когнитивный То есть Произвести процесс Осознания Теперь Про сознание Вот то и дело Что когда мы знаем Что-то То мы не знаем все Это понятно Но сознание Это Ну опять же Возвращаясь к семантике Это совместное знание Соответственно На уровне сознания На уровне сознания Мы знаем все И понимаем все То что знают Другие субъекты Этого мира Вопрос Просто в том Что если мы задействуем Не знание А сознание То тогда нам действительно Доступно очень много А если мы можем Еще это осознать То что есть На уровне сознания То что доступно Каждому индивидуальному Человеку хоризнания То тогда наверное Мы достигаем Вот этой интегральности И идем по пути пробуждения Ну вот просто такая Если мы играем в слова сейчас Да Мы не играем Мы разбираемся Со словами Мы не играем Я к словам Очень серьезно отношусь Это не игрушки А кто сказал Что игра Это что-то плохое Нет Ты сказал Если мы играем в слова Слушай Вот я просто А кто сказал Что игра Что-то плохое Нет Игра Это ничего плохого нет Но игра нужна В нужное время В нужном месте И на определенном Да Да Да, я с тобой согласен. Они хотят что-то очень серьёзное. Это на определённом этапе игра, на определённом этапе школа, на определённом этапе сдачи экзаменов. Если ты начнёшь играть во время сдачи экзаменов, но при этом не находишься в ВУЗе, где обучают игре, в этом случае может что-то плохо закончиться. Например, ты сдаёшь экзамены, как управлять подводной лодкой, да? Я всё равно играю в того человека, который знает, как управлять подводной лодкой. Нет, нет, есть специальности, там уже особо не поиграешь. А есть игра в специальности. То есть можно рассуждать в следующем. Игра хороша в познании, для познания, для чего-то такого, может быть, закрепления навыков. Игра прекрасно подходит. Вот, Алексей, мне тяжело различать эти вещи, потому что я не провожу большого разделения. Когда человек что-то делает профессионально, то это не сильно отличается от того, что ребёнок играет в это же самое. Есть отличие. Опять же, профессия, слово – это то, что означает то, что человек получает с твоей деньги. Он живёт. Это его образ жизни для получения денег, для существования его. Поэтому если мы не различаем игру и профессиональные занятия, то в большинстве случаев, я понимаю, что актёр может постоянно играть, за это получать деньги. Но актёров у нас всё-таки не так много по сравнению с общим количеством населения. На мой взгляд, игра – это что-то более даже иногда ответственное, чистое и целостное, нежели профессия. Так ты не противоречишь тому, что я сказал. Я же сказал, что когда мы обучаемся, то нам нужна игра. И насколько эта игра более правильно составлена, будет потом зависеть жизнь человека, который через игру познавал этот мир. Поэтому мы друг другу здесь не противоречим. Надо просто немножечко расставить свои места. Что есть принцип познавания, есть принцип обучения, когда игра подходит очень хорошо, а есть принцип уже создания своей игры для тех, кто будет этот мир познавать. То есть как то же самое ребёнок. Я просто не вижу той точки, где игра заканчивается. То есть я не вижу и резонной причины для того, чтобы игра закончена была. Если ты всё время будешь играть в игру, кем-то сделанную, то в этом случае ты не создашь своей игры. А если я играю в свою игру? Тогда ты уже вышел за пределы, и ты создаёшь свою игру для кого-то. И для себя. Хорошо. Хорошо. Давай тогда слово «игра» разберём, что означает. Окей. На мой взгляд, игра — это творческий процесс. То есть это процесс, когда человек обладает ответственностью, чистотой для того, чтобы создавать в этом мире что-то новое. И это качественно отделяет её от профессии, потому что если мы посмотрим на играющего ребёнка, то в нём серьёзности, ответственности, чистоты и радости куда больше, чем в том же человеке, который потом начинает за это получать деньги, и из него вся чистота и вся ответственность потихонечку выходит. Опять же, не люблю обобщать, но взрослый мир очень опошляется вообще, на самом деле, чистоту внутреннюю, которая есть изначально у детей. Поэтому, на мой взгляд, игра — это единственное, что вообще реально и существует. Потому что игра — это творческая деятельность, которая приносит радость и делается ради радости. А нет ли такого, что вообще мы здесь живём ради этого? Так просто для размышления. Но это, опять же, обмен мнениями. Ну, хорошо. Здесь, если игра более разобрать как-то по каким-то древним нашим образом, то получится... Ну, и — это что-то соединяющее, да? Вот, и. В зависимости, как это написано, в зависимости, через какую букву это писалось, это может быть и нам привычное, это может быть и с точкой, это может быть и с двумя точками, это может быть ижица, в зависимости, как это всё писалось. Поэтому соединение с кем? Между людьми, соединение между своим внутренним миром, соединение со Вселенной, соединение с богами или с божественным миром, с высшим, то есть, да? Это неплохой процесс. Да, это прекрасно. Это «и», это объединение. Дальше, ну, в зависимости, через какую, опять же, букву мы там пишем, да, глаголить или там ещё что-то, то в этом случае глагол — это некое движение, говорящее, но не просто говорящее, там, да, вот поток какой-то, изрекающее что-либо. Дальше рецы — это может быть сила, это может быть речь, это может быть, опять же, изречение, течение, то есть, что-то происходящее, какая-то вибрационная форма чего-то происходящего. Ну, «а» — это «аз», это то есть «я». Это то есть, когда человек объединяет через словесные формы речения себя с чем-то. То есть, если мы поставим вначале высшее, божественное, то в этом случае познание этого мира, себя через вибрационные какие-то связи, через говорение, через движение, через речение. Поэтому, да, это если разбираться вот так вот по-древним нашим образом. Получается, что с одной стороны, с одной стороны, нас никто от игры не может отодвинуть. Другое дело, я к чему просто говорил, что есть игра кем-то созданная, и человек в неё втягивается. Ну, например, автомат, да, вот человек сел за этот автомат, начинает играть. Он проигрывает деньги, оставляет свою жизнь. Он тоже, по сути, играет по современному представлению, хотя с древним это расходится абсолютно. Он не играет. Да, но с точки зрения человека, там, или в карты играет, да, вот, в дурака, например, играет в дурака. Конечно, играет. Ну, всё равно слово «игра» произносится, я проговорю, что современная. Вот. А потом дальше наступает момент, когда он увидит, что в этой игре он уже всё прошёл, сложности, ему это уже неинтересно, и он начинает придумывать свою игру. А потом наступает момент, когда у него появляются дети, или соратники, или ученики, и он начинает уже эту игру отдавать им. С одной стороны, он уже в эту игру не играет как игрок, он уже в неё играет как наставник. То есть, вот то, о чём я хотел сначала сказать, существует момент, человек, когда втягивается в игру, не понимая принципов этой игры, он просто играет, ему это весело, интересно, занимательно, он что-то познаёт. Потом он уже эту игру познаёт изнутри, понимает, как это всё устроено, и через неё проводит какие-то ассоциации с внешним миром. Дальше следующий уровень, который должен наступить, если уж мы, опять же, отталкиваемся от слова «игра» и от тех значений интересных, которые у нас здесь выяснились, то в этом случае получается, что он уже не просто играет, а он должен создавать уже свой мир, делиться этим миром с другими, втягивая в этот мир, в эту игру других, уже сам не будучи игроком рядовым, а находясь выше. Вот тогда игра, она будет интересна, тогда он становится творцом, тогда он постиг этот мир и продолжает уже постигать на другом уровне, давая тем самым постигать через игру, созданную им, мир своим детям, своим внукам, ну и так далее, окружению. Вот, поэтому, если в этом смысле, если в этом смысле, тогда, да, игра человек никогда не прекращает, только вопрос, на какой стадии игры он находит. Конечно, конечно, здесь всё верно. Итак, значит, мы разобрались, что осознанность – это то, что есть индивидуальная осознанность, это то, что есть, если слово «о» опять мы принимаем, да, объединённое, что-то вместе, совместное знание, то когда собирается, опять же, семья, да, есть осознанность семьи, есть индивидуальная осознанность, есть осознанность семьи, есть осознанность дальше уже, хотя семья – малая община, есть осознанность общины, есть осознанность страны, да, вот, многие заканчивают этими рамками, Даже до уровня страны многие не доходят. А есть ещё осознанность вселенской, ну, так, мировая, скажем так, и есть вселенская. То есть, когда, например, спрашивают, приезжают, ну, грубо говоря, там, татарин, русский и калмык, к примеру, приезжают за границу, куда-нибудь в какую-нибудь страну. Их спрашивают, вы кто? Ну, один говорит, я русский, я татарин, я калмык. Они говорят, русский понятно, а татарин, калмык я не знаю. Говорят, ну, мы из России. Ну, русский, значит, ну, да, русский. То есть, для того, куда они приехали, эти трое, хотя они имеют свои национальные общности, они будут русские всё равно. Дальше, к примеру, прилетели сюда инопланетяне, в эту же страну, где сидят эти четверо уже познакомящихся людей, русский, татарин, калмыки. Ну, земляне, то есть, ну, земляне. Да, и тут уже переходит на уровень, а вы кто? Тут, говорит, я, например, там, голландец, а мы русские, мы не понимаем. Ну, земливые, значит, земляне. Потом, когда объединились уже с инопланетяне из нашей Солнечной системы, вдруг нас перебрасывают куда-то за пределы. Они говорят, а вы откуда? Тут уже не русский, не землянин. Солнечная система у вас, да, то есть расширяется. То есть, я про что говорю? Сознание может быть как индивидуальным, так и общинным, так и общественным, так и уже в рамках страны, мира и так далее, и вот всего остального, в том числе, для Вселенского. Но уровень сознания зависит уже, получается, от уровней самого человека. Способен ли он осознавать? Например, я знаю людей, которые, дожив уже до гробовой доски, проявляли себя, их уровень сознания и проявления в жизни был, ну, скажем так, на уровне пионерского лагеря. Вот не более того. Ну, абсолютно точно. Здесь надо просто рассмотреть это в динамике. То есть, когда, ну, если мы возьмём даже такую гипотетическую картину, что вот появились какие-то люди на планете Земля, да, и их уровень сознания ещё пока, например, не очень высок. И, конечно же, сознание, оно индивидуальное, в данном случае проявлено, и человек, человеку враг, да, человек человеку волну. Стоп, стоп, давай тогда уточним. Ты по Дарвину рассуждаешь или просто родились дети? Нет, например, да, по Дарвину. Например, по Дарвину, да. То есть, вот... Да, ну, Дарвинская теория интересная, да, хорошо, понятно. Мы можем про это отдельно поговорить. То есть, речь идёт о том, что мы вообще живём в эпоху очень сильного расширения осознанности сейчас. И если ещё, там, не знаю, на самом деле, 50 лет назад сознание выше, сознание страны не могло выйти о сознании, да, то есть человек не мог себя ощутить как, как бы, участником большей системы, нежели страна, то сейчас мы потихонечку, конечно же, нам бросает вообще человечество и события, которые происходят, вызов к тому, чтобы учиться осознавать себя как единую структуру, и осознавать свою связанность с планетой, с другими народами, конечно же, с биосферой этой планеты, и потихонечку понимать, что осознанность, она не только базируется, и сознание не только базируется на принципах схожести. Ну, например, у тебя такой же разрез глаз, или ты жил на этой же территории и поёшь такие же песни. Но и вообще по принципу... Вот там мне нравится слово «экология», да, оно в разных контекстах может по-разному трактоваться, по принципу экологии, то есть по принципу того, что ты живёшь в системе, в которой ни один из компонентов не может быть оторван друг от друга, и ни один из компонентов не может быть отторжён или отвержен, потому что это заденет всех, заденет всех. И даже, я не знаю, замечал ли ты или нет, но сейчас в общественном сознании постепенно вот эта дилемма выходит на первый план. В кинематографе современном, в различных политических речах выбор всегда между тем, чтобы остаться на уровне племенного сознания, когда мы такая-то страна лучше, а вы такая-то страна лучше, да, или попробовать вырасти до уровня общепланетарного сознания. И, конечно, это вот такой большой и значимый процесс для человечества. Поэтому мне очень радостно то, что мы сегодня вообще не говорим о... Я бы не боялся, что мы сегодня будем общаться на тему того, что вот наша культура, род и всё остальное — это самое лучшее, что есть, а всё остальное, оно как бы не так. Потому что, на самом деле, конечно же, уровень масштаб человека, его уровень осознанности в первую очередь символизируется тем, кем он себя считает. Считает ли он себя членом семьи в первую очередь, или он считает себя в первую очередь членом, как бы членом Земли, землянином или вселенской сущности? Потому что в последнем случае этот человек, конечно же, будет куда более толерантен, милосерден, сострадателен и так далее. При этом я могу, в принципе, понять, почему это вполне логично, почему человеку свойственно бессознательно держаться за схожести. Потому что мы же понимаем, что человеком движет инстинкт выживания, это основной мотиватор вообще человеческой деятельности и жизни, ну, как бы на 50%, для большинства людей, наверное, побольше даже. И инстинкт выживания, он всегда говорит нам о том, что то, что на нас не похоже, потенциально таит опасность. Поэтому, разумеется, человеку впустить в свое, в свою похожесть, в свой мир, в свое поле другого человека возможно только тогда, когда он его полностью узнает. Именно поэтому все войны, на самом деле, ведутся в мире по принципу «ты не похож на меня, поэтому ты должен быть убит на всякий случай, чтобы себя обезопасить». Если возьмем какую-нибудь Библию, то там конфликт Каин и Авеля — это тот же самый конфликт. «Ты — это не я, поэтому ты должен умереть. Тебя Бог, возможно, любит больше, чем меня». И вот этот страх, он и движет человечеством. И, по сути, рост сознания, он всегда связан с тем, насколько мы можем отойти от страха непохожести мира и других людей и понять, что внутри нас есть единое духовное содержание, единая структура, единая душа, которая нас всех объединяет. И это вопрос и для духовной жизни, и для пути избавления от страха. Перед началом эфира ты сказал, что тебе хорошо проводить эфир в форме диалога, но вот появилось сообщение в чате. Мне интересно, почему ведущий несоразмерно говорит с ведущим. То есть я несоразмерно говорю с тобой. Разве эфир идёт для ведущего? И поэтому передо мной возникла дилемма, что мне дальше делать. Я, с одной стороны, понимаю, что мы с тобой рассматриваем темы, в которых необходимо две ладошки, чтобы хлопок произошёл. Но, с другой стороны, когда я начинаю говорить, видишь, появляются в чате такие сообщения, что я типа очень много говорю. Поэтому вот не знаю, что мне дальше делать. Я думаю, что нужно следовать тому, что рождается, а не пытаться это всё дело как-то настроить специально. Поэтому давай просто будем говорить о том, что нам интересно. Мне безумно интересно твоё мнение, потому что я гость, и мне очень тоже хочется чему-то научиться в этом процессе. Но в то же время, если будут какие-то вопросы у зрителей, то давайте мы их будем, слушатели, давайте мы их будем разбирать, отвечать, и, возможно, будем совместно отвечать на них, чтобы мы могли... Я тебя понял. Ты не просто гость, ты автор. Ты автор программы. Нет, ты именно автор программы, а я только ведущий. Всё-таки я веду программу, а тебе даю возможность высказываться. Хорошо. Давай тогда рассмотрим. Ты очень интересно поднял этот вопрос по поводу того, что есть тенденция по такому объединению всех людей и уборке рамок. С другой стороны, есть другая тенденция, что давайте-ка мы не будем так объединяться, а мы будем жить каждый в своём мире. И тема достаточно злободневная и актуальна, на мой взгляд. С одной стороны, надо понимать, что человек не может существовать в одиночестве или малой общиной в современных условиях. Трудновато будет, да? Потому что если он просто закроет свои общины, то обязательно найдутся те люди, которые не всегда хотят добра. И даже с этой точки зрения надо всё-таки хотя бы нос по ветру держать и не ссориться с другими людьми, а вдруг откуда, как там это, золотой петушок там сидит, да, прокукарекает, а ты один в поле воин, и всё, и задушили. С другой стороны, здесь есть один очень интересный момент. Если мы отталкиваемся от божественных уровней, то необходимо понимать, что разные люди с разным цветом кожи, с разным разрезом глаз, с разным менталитетом, физиологией, группой крови и так далее были созданы не просто так, то есть рода, какие-то племена были созданы богом или богами, или высшим разумом, кому так нравится, с какой-то определённой целью. И если вдруг какой-либо глобалист начинает призывать всех к смешению, тем самым он так или иначе встаёт на путь борьбы с богами или с божественным замыслом, потому что он хочет превратить всех в единое целое, во что-то, серую какую-то объединённую массу, где не будет ни расы, ни народности, ни рода, ни племён, ничего. То есть все одинаковые, все на одно лицо. То есть такая полная уравниловка. И вот тут дилемма почему? Потому что, например, мы не можем сказать, что все люди одинаково рождаются так или иначе. Один рождается тяжелоатлетом, а другой рождается спринтером. Один рождается шахматистом, другой рождается рубщиком леса. Хотим мы это или не хотим? И если мы, например, всех заставим заниматься этим или этим, или чтобы все сдавали ГТО на пятёрки по всем дисциплинам, мы тем самым совершим большую ошибку. То есть мы винтиков превратим в гайки, в гайки пилы превратим в топоры, и тем самым, в общем-то, ничего хорошего не получится. Ну, мы никого заставлять не сможем. Красота этой жизни в том, что даже когда нам кажется, что у нас нет свободы выбора, она на самом деле незримо присутствует всегда, поэтому никого, конечно, заставить мы не можем. И история показывает, что можно либо управлять долго, как бы, можно управлять, долго управлять вообще народом-то нельзя, основываясь на лжи и на заставлении. Человечество скидывает с себя любые оковы, которые в достаточной мере ему не устраивают. Здесь давай вот о чём поговорим. Мне очень хочется поразбирать эту тему, потому что это то самое интересное, что в чём мы живём сейчас, и тот тот самый большой пазл, который, та самая большая мозаика, которую человек сейчас собирает. Смотри, вот давай оттолкнёмся от, опять же, сознания. Человек, который живёт, смотрит на разнообразие. Вообще природа, природа, она разнообразна. Вот ты вначале сказал, что нас не случайно Бог создал разными, и мы не случайно пришли в этот мир разными. Но даже не только мы. Вообще вся природа, она разная. Мы не обнаживаем одинаковых листочков, лепесточков, облачков, вода в одну реку, нельзя войти дважды. То есть мы не можем обнаружить ничего идеально точно подобного в этом мире. То есть определённый принцип разнообразия в природе присутствует. Поэтому говорить о том, что в целом человека можно как-то привести к единому виду какими-то глобалистическими призывами, наверное, неверно, потому что человек всегда у него останется пространство для разнообразия. Это раз. Номер два. В целом, везде, где появляется стремление к унификации, порождается уродство. Ну вот это самое главное. Если мы взглянем на период фашистской Германии с их стремлением к унификации, если мы взглянем на корпоративные культуры в различных странах, где достаточно жёсткие, если мы взглянем даже на какой-то советский период, то как только мы людей пытаемся сделать одинаковыми, вылезает очень костное, грязное, топорное человеческое начало. В то же время те самые культуры, которые поощряют разнообразие, те самые организации, то есть как бы сообщество людей, они создают более мирные и терпимые пространства. Если взять даже, мерил с психологами, субъективный уровень ощущения счастья в 90-е годы и различные культуры, в которых разнообразие считается нормой, например, индийская культура, то субъективный уровень счастья и терпимости и мира в них, конечно же, выше, чем, ну и объективный уровень мира, чем в западных культурах, которые живут по принципу «либо мы правильные, либо вы правильные, и поэтому если мы правильные, мы должны нас убить, чтобы вы тут ничего не доказывали нам». Я к чему всё это веду? Потому что внутри нас сидит очень глубокий страх того, что если кто-то не похож на нас, то внутри он может быть опасен для нашей жизни, для нашего выживания. И поэтому есть, соответственно, мозгом порождается выбор без выбора, причём оба этих, как бы, того, что нам предлагается, является неверным и ложным. С одной стороны, у нас есть вариант законопатиться в своём мирке, в котором вот всё так, как всегда было исконно, и шикать на всех тех, кто не похож на нас, да, что, конечно же, странная позиция. И с другой стороны, у нас есть какая-то оголтелая глобализация, как бы давайте всех уравняем и всё объявим равным между собой, и всех под одну гребёнку объединим, чтобы вот шли в светлое будущее. Конечно же, вообще природа так не работает, да, и мир так не работает, и божественность так не работает. Я думаю, что послание, которое нам хотят сказать боги, оно звучит примерно так. Перестаньте мыслить дуально или двойственно. Среди этого всего есть определённый срединный путь и определённый, как бы, экологичный способ развития человечества, при котором есть, как бы, выбор осуществляется не на основе, это правильно, это неправильно, это имеет право или не имеет право, в котором не существует призыва и вообще выбора, в котором существует взаимное уважение. Основанное на принципах экологичного мышления, то есть мышление, которое понимает систему и вклад каждого человека в единую систему, равновесную, здоровую систему. Любой процесс болезни внутри человека является определённым процессом, при котором одна часть человека, сначала психологическая, а потом уже и телесная, химическая, не согласна с другой частью организма и, соответственно, порождается конфликт. Также, поэтому принцип здоровья внутри человека – это слаженность. Слаженность, основанная на взаимном уважении и признании различий. То же самое и на сотрудничестве, конечно, которое из этого вытекает. То же самое и в мире. Мы должны прийти к ощущению здоровья, которое не всегда, и к состоянию здоровья, которое не всегда укладывается в какую-то модель, ну, например, глобализация или антиглобализация, потому что это полюса, которые создают дисбаланс. А укладывается, а будет основано и базируется на уважение, на понимание и на осознание единой общей основы, единого общего, как бы скажем так, единого общего базиса человеческого существа, которое лежит за пределами всех разнообразий и всех отличий, которые есть между людьми. И, конечно же, духовное мировоззрение, духовное мышление, оно, это дело помогает увидеть, увидеть. И послание, которое привнес, например, духовность на планете развивается постепенно. И каждый мастер, который приходил, Гудда ли, Иисус ли, или другие мастера, которые жили в каждой культуре, они приносили с собой разные послания. Но единое для них было то, что они все говорили о любви как об основе жизни. И любовь является вот тем самым принципом уважения, принятия и видения духовной основы в человеке, каким бы он ни был, что бы за ним не стояло. И как бы он ни выглядел, и как бы он от нас ни отличался. И в этом плане, если мы можем... И опять же, допустим, та же самая история про то, чтобы осознавать себя связанным с родом, это то же самое, потому что в некотором смысле мы все здесь на планете, братья и сестры, мы все на планете здесь единая цивилизация человеческая. И это тоже определенным образом дает нам единую психологическую духовную основу для того, чтобы жить в мире и во взаимном уважении. Поэтому вот если так уж говорить, то мы вот сегодня много говорили про русский язык, про славянский язык. Можно поговорить немножечко про греческий язык. Да, слово «дьявол» идет от «диабалус», бросаю раздельно. Все то, что разделяет людей, все то, что разделяет вообще сознание, разделяет мир, оно в некотором смысле от лукавого. Все то, что способствует интеграции при взаимном уважении и любви, это все, можно сказать, от Бога. Поэтому если мы возьмем глобализацию как процесс или антиглобализацию, то это полюса, которые характеризуют такое, скажем так, мышление от лукавого. Потому что оно что-то к чему-то противопоставляется, что-то с чем-то находится не в балансе. Но можем ли мы вообще визуализировать мир, в котором человек осознает связанность и растос со своей культурой, со своими песнями, со своими вкусами жизни, какими-то вот национальной кухней, например, со своим стилем отношений, укладом взаимоотношений. Но в то же время гармонично все существует с другими. И возможно, что это не самый лучший пример, но очень отдаленно это можно нащупать сейчас в Европе, в которой достаточно неплохо сохраняется традиционная культура при наличии открытых границ. В некоторых местах можно ощущать, как ты переезжаешь из, допустим, испанской деревушки во французскую, и ты видишь смену колера, смену вкуса, смену энергетики, смену всего. При том, что нету никакой конкретной какой-то границы, вражды и неживания между собой. Поэтому вот такой тип сознания, который основан на уважении, а не на каких-то логических предпосылках, он, конечно, требует избавления от страха в первую очередь, и нахождение единой основы какой-то. Это может быть род, это может быть осознание божественности каждого человека, это может быть осознание чего-то ещё, но вот это неотъемлемый компонент, иначе мы все здесь будем щетиниться друг на друга. Хорошо. Я думаю, что вот это как раз страхи, они специально кое-кем сюда вбрасываются, для того, чтобы люди в этих страхах жили и пытались каким-то образом защитить себя, но поскольку люди не обладают высоким уровнем сознания, те, которые боятся, то они всё время ищут того, кто их защитит. И в этом случае вот эти ребята, которые вбрасывают сюда эти страхи, они говорят, мы вас защитим, не переживайте, мы вам дадим оружие, чтобы вы защитались этих негодяев, причём дадим и тебе дадим, и тому негодяю против которого, а ему скажут, что ты негодяй, чтобы он… и так далее. То есть они будут делать себе хорошие деньги на этих страхах и на покупке оружия. Мы это видим. Мы видим этот гнездор. Я к чему это всё рассказываю? Всё, что ты сказал, всё очень здорово и правильно. На мой взгляд, здесь мы друг друга дополнили, но я сформулирую более кратко. Если боги создали нас разными, это необходимо… вернее, это указывает на то, что необходимо сохранять свой род и свой вид. Но при этом нас всех поселили на одной земле. И это говорит о том, что мы должны жить в мире. Вот и всё. То есть, с одной стороны, мы не должны разрывать своих каких-то родовых особенностей генетических, иначе мы все превратимся в кактусы с бананами, кактусы, на которых бананы растут. И в этом случае ты и того не съешь, и не налюбуешься. А с другой стороны, соблюдая свою аутентичность, соблюдая свою уникальность, мы должны обогащать друг друга, но при этом жить в мире, а не обогащаться с точки зрения, что там пришёл, что-то украл. Вот тогда всё становится на свои места. Абсолютно точно. Но если, опять же, наш эфир достаточно, в данном случае, такой широкомыслящий, то есть мы можем высказывать различные точки зрения, то я попробую ещё чуть-чуть расширить эту историю, если это будет уместно. Мне кажется, и это то, что, возможно, чуть-чуть расширит это представление ощущения, вот возможно, что нас слушают люди, которые, например, не ощущают своей связанности с родом, не ощущают свою связанность с родной землёй, а, например, ощущают свою связанность с какой-то другой землёй. Такое тоже бывает. Я таких людей очень часто вижу. Всё дело в том, что, конечно же, существует определённая система путешествия нашей подлинной сущности из жизни в жизнь. И восточные культуры про это достаточно неплохо тему раскрыли об этом. И здесь важно понимать, что, с одной стороны, душа чаще всего, и это видно и по воспоминаниям души, и по определённому, и гипнотизёры, которые занимаются регрессивным гипнозом, могут подтвердить. Чаще всего человек находится в рамках одной родовой линии, приходит в этот мир жизнь за жизнью, в одну культуру, в одну страну, и тогда он приобретает вот эту уникальную, врождённую близость и связанность, родовой канал памяти, и всё на свете то, что у него есть. Но бывает так, что человек приходит иначе, он приходит в другую культуру, в новой жизни, он приходит в другое место, он приходит в абсолютно новый мир или, возможно, с большим разрывом во времени. Соответственно, он может ощущать связанность несколько иную. И поэтому здесь, мне кажется, нужно ещё чуть-чуть расширить восприятие на то, что действительно в этом мире могут быть люди, которые не ощущают своего родового канала, например, славянского, а ощущают свой родовой канал, например, какой-нибудь полимезийский, когда их манит, допустим, культура островных, тихоокеанских племён. Им нравится песни гавайцев, например, или индейцев, что-то. Их это манит. И это тоже нормально, потому что они могут иметь наработанный опыт именно в другой культуре. Поэтому мы здесь, с одной стороны, все разные, но с другой стороны, мы все интегральные, потому что очень часто мы можем менять, и, возможно, что мы побывали везде на планете. Но это в зависимости от мировоззрения каждого человека и его веры в концепцию реинкарнации. Хотя, мне кажется, что здесь уже исследования регрессологов не оставили особого пространства на то, чтобы верить или не верить. Это всё достаточно очевидно и практически доказуемо. Да, да, да. Я просто, если уж дополнить, когда сказал «восточная культура», раскрыли и так далее, мне кажется, здесь надо всё-таки понимать, что не менее чётко, а может быть, даже более чётко для понимания русских людей, славян и близких к племён нам эта тема была раскрыта намного древнее, нежели чем в восточных культурах. И была она раскрыта как раз в древних письменах, которым не одна и не один десяток тысяч лет. Вне всякого сомнения. Ещё до того, как появились восточные культуры. Другое дело, что был очень грандиозный в своё время обмен, когда учителя приходили в разные культуры и давали им эти знания. А так получилось, что то, откуда вышли учителя, со временем, в общем-то, превратилось в то неприглядное, что мы сейчас имеем. Вне всякого сомнения, тем более надо понимать, что, конечно же, у нас очень близкие и практически единые корни с очень многими странами, которые… Да, поэтому здесь я с тобой абсолютно полностью согласен. И древние учения как и Востока, так и наши родные говорят о том, что человек здесь появляется неоднократно. И то, что ему необходимо восхождение по золотому пути развития души, об этом говорится очень конкретно и чётко указывается. И то, что в рода он приходит. Но бывают моменты, когда необходимо человеку для достижения полноты ощущения этой жизни, для того, чтобы он что-то взял отсюда из этой маленькой нашей школы, игровой такой, да, детской, и ушёл туда дальше по развитию в другой уровень, то ему необходимо, например, посетить тоже, например, Полинезию. И он тогда отправляется к полинезийцам, там замечательно живёт, наслаждается жизнью в этих набедренных повязках, всё здорово, отлично, в конце концов умирает, возвращает свой род, и если необходимо, то опять же воплощается в своём роде. Процесс обогащения происходит. Да, вот именно здесь процесс обогащения, вот как раз то, на что я в очередной раз тогда указывал, сейчас указываю, что если будут нарушены индивидуальности каждого рода, каждого племени, каждого народа, то тогда вот такие переселения или инкарнации, или реинкарнации на жизнь человека для получения каких-то данных и знаний будут уже невозможны, потому что всё будет одинаково, всё будет серо, и тогда получить знание, например, о полинезийцах будет уже невозможно. Они станут такими же, как и все остальные. У меня сложное представление, потому что если говорить о генетике, то генетика, конечно же, подразумевает, что кровосмешение является процессом обогащения, и кровосмешение даёт более, скажем так, более выживаемые и более даже в некотором смысле интересные виды, и природа так устроена, что это практически всегда работает. А вот давай сейчас остановимся, подожди. Вот это очень важный момент, и чтобы нам дальше не развивать, не прийти к чему-то ложному, надо необходимо варианты ложности убрать. Дело в том, что… Давай так разберёмся. Дело в том, что все искусственно созданные животные, искусственно созданные с привлечением и тех, которые существуют в природе, созданные богами, имеющие кровосмешение, они достаточно быстро вымирают, превращаются в дворняк, если мы говорим про собак, или превращаются… или вымирают вообще. Это касается и свиней, и коров, и кроликов, и всех других животных, которые искусственно были выведены. Поэтому говорить о том, что искусственно созданные более жизнеспособные, это неверно. Кровосмешение как в животном, так и в растительном мире не приводит к тому, что они становятся более выгодны по отношению к диким собратьям, а они, наоборот, находятся в очень угнетённой ситуации. То есть, беременность инстинкта выживания, вероятно. И без ухаживания человека, например, та же роза, она вырождается без человеческого отношения. Лошади становятся дикими, например. Я сейчас не говорю про никакие форматы евгеники или чего, или селекции. Я говорю о том, что да. Если мы возвращаемся к человеку, то опять же, опять же, если мы берём вот эту вот теорию глобалистов, то да, вот чётко всё смешивайтесь, и у вас будет очень сильное здоровое поколение и умное. Но когда мы берём всё-таки статистику по тем странам, где глобалисты провели вот эти вот внедрения в жизнь, и там очень активно всё это посеялось, и люди стали следовать, то мы видим, что там как раз происходит вырождение. Гениальность там упала. Уровень IQ, если мы говорим иностранными словами, там очень низкий. Никаких каких-то достижений высокого уровня там нет. Но в то же время, в то же время, если мы обратим внимание, опять же, по статистике изобретений, кто делал, когда делал, где делал, кто этим пользуется и так далее, то мы увидим, что больше 90% всех изобретений и по сегодняшний момент и ранее было создано определёнными людьми, чистокровными, достаточно чистокровными, которые населяли Европу и немного Азию. И потом в дальнейшем эти изобретения расходились по азиатским странам, по другим странам, и там они доводились до того уровня, чтобы проще было польза. Здесь вопрос дискуссионный. Почему? И вообще, если честно, это просто статистика. Мы можем статистикой обмениваться, здесь вопрос другой. Я просто не очень хочу эту тему поддерживать по одной простой причине. Я не хочу говорить людям, их чувствам, и Богу вообще, который проявляется через чувства, вообще как нужно, с кем смешиваться, с кем нужно спать, стоит или не стоит. На мой взгляд, каждый человек, когда мы его высвобождаем и даём ему свободу выбора, то он получает возможность для развития. Соответственно, если мы живём в мире интегральным и открытым, даже при сохранении своей культуры, я хочу, чтобы у человека, который хочет, была возможность выбирать, не знаю, партнёра своей культуры, но человек, который не хочет, чтобы у него была возможность не выбирать партнёра из своей культуры, из своего рода, из своей крови. Вот тут я с собой полно согласен. То есть изначально человек должен осознать, кто он в этом мире, для чего, с какой целью, какая у него цель жизни. Не просто цель маленькая, а цель жизни, да, и куда он должен прийти. И он должен взять за основу культуру, которая свойственна его генетике, а так или иначе… Я бы сказал, что он не должен ничего. Ну хорошо, хорошо. Потому что у нас есть иллюзия ума. Ладно, давай так, слово «должен» уберём, но тогда мы должны отталкиваться опять же от другого. Наверное, мы понимаем, что если корову заставить жить в воде, как рыбу, то она там погибнет. А если рыбу вытащить на берег и заставить её жить, как корову, она тоже погибнет. То есть генетически каждому виду, живущему здесь на Земле, в том числе и человеческому, присуща определённая форма бытия, размышлений. Если не учитывать эволюцию, которая, согласны мы с Дарвином или нет, всё равно на определённом уровне происходит. Да, она, конечно, происходит. Даже рыба может научиться жить в воде. Если по Дарвину, то да. Если не по Дарвину, то несколько по-другому. Ну хорошо, мы сейчас это в сторону. Просто я говорю про то, что каждому существующему на сегодняшний день виду свойственно своя… Человек – это один вид. Это есть вид, есть подвид. Это хорошо, каждому подвиду человеческому… У человека нет подвидов. Человек без подвидов. Ну хорошо, генетически отличаются люди так или иначе. Ну вы, наверное, видели этот нашумевший ролик, да, про то, что каждый человек содержит в себе генетически, при тесте его ДНК, да, при генетическом тесте, в каждом человеке, который считает себя чистокровным, оказываются корни со всего мира. Ну не со всего мира, там указывается конкретно. Я этот ролик видел и обратил внимание, да, что там не со всего мира, а там, где у него, например, если мы берем страну из Южной Америки, то человек, себя называющий кубин, вдруг удивляется, что у него есть европейский корень. Но это неудивительно, потому что очень много португальцев и испанцев в Южную Америку приплывали. Я думаю, что мы не можем заставить человека или вообще не можем ему рекомендовать отталкиваться от своей культуры, потому что что, во-первых, мы можем считать своей рас, и, во-вторых, что в его истории души записано как его культура. Я с тобой согласен, я же тебе сказал, что не будем заставлять, слово «заставлять» вообще не совсем правильно в данном случае. Здесь, хотя, если разобраться слово «заставлять», это можно понять, что он означает на самом деле, они это сейчас и применяют его. Так вот, если мы говорим о том, что человеку сначала необходимо понять, кто он в этой жизни, для чего он в этой жизни. То есть рыба он всё-таки или корова, белка он или стриж. Можно много мультиков посмотреть про то, как глупый мышоный хотел стать кем угодно, кроме как мышонкам, или как маленький ослик хотел стать кем угодно, кроме как осликом. Что из этого выходило? То есть если генетический человек свойственно вот это, свойственно, мы тогда не можем ему навязывать, какой-то другой вид жизнедеятельности. Он просто не сможет себя с точки зрения божественности проявить. И тогда мы будем идти уже против божественного замысла. Мы будем насаждать им какую-то мультикультурность, в которую он себя не проявит, и ещё и может себя уничтожить. Я к тому, что если люди разные, если есть определённые рода, им генетически свойственно, например, жить вот в этой среде с такой-то температурой или с такими перепадами температуры, есть вот такую-то пищу, дышать вот таким-то воздухом, на такой высоте или на такой-то низоте и так далее. Поэтому… Это то, о чём мы говорили, навязывая как одного, так другого страха. То есть человеку необходимо для начала понять свои генетические особенности, для чего он здесь предназначен, для чего он сюда послан эту землю, для чего он очередное воплощение, если уж мы про воплощение говорили, здесь проходит. И вот после этого тогда, когда он всё осознает, он уже, естественно, вправе, вот это слово здесь подходит, выбрать себе, идти ему тем путём, которым шли его родичи, его предки. А может быть, он захочет идти другим путём, но это должно быть опять же, отталкиваться от нашей сегодняшней темы, в рамках осознанности и культуры. Вот теперь давай мы подойдём, может быть, к слову «культура», потому что про осознанность мы много проговорили, про культуру ещё. Мне тут так вопросы нравятся, или мы попозже будем на вопросы отвечать? Ну вот сейчас мы давай с тобой тему разберём, вы уже к вопросу пойдёте. Хорошо. Теперь про культуру. Что такое есть культура? Так, вот если мы говорим о том, что существует определённое большее сознание, совместное знание, то есть определённая структура мыслящая за пределами человека, то есть которая включает человека, но чуть больше её, то надо понимать, ну это то, что, допустим, в метафизике называется эгрегоры, определённые мысли-формы, определённое сознание, которое объединяет, например, рот, то, конечно же, у него есть свои характеристики, свои особенности. И культура, конечно, это не только то, что мы вот видим, как традицию или обычай, или вышивку на полотенце, или способ поведения, но культура – это ещё и организующий принцип, который приобретает человека, рождающийся в конкретной культуре, на подсознании. То есть он эту культуру внутри себя не учится даже у других, а он её внутри себя открывает, потому что он как бы рождён вот в этой энергии, в этом сознании. Он её внутри себя как бы черпает. И культура – это действительно те, с одной стороны, рамки, которые человек приобретает, но с другой стороны – те поддерживающие структуры, которые дают ему возможность эффективно функционировать. И здесь, ну как всегда, в перегибах кроется дьявол, а где-то в балансе кроется очень что-то хорошее. Поэтому, когда мы говорим об осознанности культуры, то здесь, если наша тема сформулирована именно так, то мне кажется, что надо просто, вот как мы сегодня хорошо выяснили о том, что мы не должны не заставлять ни на то, ни на другое, и мы должны быть внимательны, вообще понять, кто он есть, кто такой человек, кто он есть вот в этом месте, в котором он родился, кто он такой и для чего он вообще в этот мир пришел. То есть здесь надо понимать, что этот процесс, он всегда… Человек, на самом деле, всегда это имеет внутри себя, и он уже в этом рожден, он уже в этом существует, и в нем вот эти все программы уже представлены, где-то на уровне бессознательного, глубинные программы подсознания в нем уже работают. И они проявляются, как вот определенная культура человека, народа, общности, страны, мира, цивилизации или Млечного Пути в целом. Это те планы, которые нас объединяют. Поэтому осознанность и культура предполагается в нашем беседе таким образом, что человек может, открывая себя к глубинному смыслу, соединяться с большими пластами коллективного опыта и коллективной мудрости, соответственно, использовать их как поддержку в своей жизни, использовать их как ресурс в своей жизни, использовать их как защиту в своей жизни. И это даст, использовать их как смысл в своей жизни для того, чтобы его жизнь была направлена, оцелена, осмысленна и так далее. Вот как-то так. Опять же, если тебе интересно, давайте рассмотрим как-то более древнее нашим понятием, по-русски говорим, русские слова. Слово «культ» оно что-то так означает для тебя. Что оно означает «культ»? Ну, вполне вероятно, что то, что для всех наших слушателей означает. Культ – определенный процесс служения чему-то. Служение, да? Хорошо. Хорошо. Дальше. У-ра, к примеру, да? Культ – у-ра. Культура. Если так разбирать по слогам. Служение радости? Ну, а нет. Вот слово «ра» как бы сочетание, оно в древности имело, это не бог египетский, ни в коей мере, потому что это уже искаженное. Ра – это вообще-то, сейчас уже для многих секрет, это некая первичная, божественно-сияющая мудрость. Да? С определенным светом, да. То есть, если мы упрощаем до бога, ну да, тогда мы входим в Египет. Там «ра» – бог, да, и всё, этим всё ограничивается. А если мы говорим про божественную, первичную, сияющую мудрость, то в этом случае тогда вот это является «ра». Получается, культ «у-ра» – это то, что непосредственно мы находимся в служении, а лучше сказать, в жизни, в жизни, да, рядом с этим божественным, с божественной мудростью. Вот это культура. И если мы говорим «без культуре», то в этом случае тогда, опять же, опеследуя нашим понятием славянским или русским, это уход от божественной мудрости и придумки какие-то свои. Вот, например, там сейчас мы слышим там «мультикультурность» или «без культурия», или что-то ещё. Или культура, ну, например, там «поедание кого-либо», культура этих, как они называются, которые едят живых людей, каннибалистов. Ох, культура каннибализма. Ну, может ли такое быть? Вот, поэтому здесь… Ну, если говорить так, то «мультикультурность» вполне себе неплохое слово, да, потому что она предполагает, что… В общем, да, если она идёт от божественного, то тогда, да, я с тобой согласен, потому что все люди так или иначе всегда говорят о какой-то божественности, да, но при этом многие… Просто мы, во-первых, что мы, о чём мы говорим, вот сияние и первичный свет божественного разума, да, вот это вот, то самое «ра», то надо понимать, что, конечно же, он где-то существует, абстрактный, непроявленный и вполне себе такой самодостаточный, но при всём при этом с каждым уровнем падения в плотность, да, нашего мира, он становится всё более и более субъективным, субъективным, субъективным и субъективным, поэтому на каком-то уровне культура всего чего угодно может существовать, потому что у каждого человека свой бог, и он вполне себе наделён властью и работает, да, и у каждого человека своя мудрость, своё сияние и свой ресурс. Вопрос, опять же, человеческой эволюции, человеческого смысла жизни в том, чтобы стремиться к более возвышенным и чистым как бы энергиям, вибрациям, что ли, и состоянию сознания, при котором им открываются новые качества божественности. Поэтому вполне возможно, что есть культура фашизма, да, потому что у них есть своё представление и свой коллективный бог, который богом, конечно, не называется, но для другого сознания, более возвышенного, это не является культурой, поэтому всё то культура, что для нас является культурой, но для более высокого сознания это будет без культуре. Но тогда, в общем-то, надо называть своими именами. Всё-таки, если это не связано с божественным, а если это придумано людьми, то этой культурой уже быть не может. Боже, Бог придуман людьми, потому что Бог, как отдельная сущность, не существует. То есть вот древние евреи верили в Бога Иегову, который вполне себе такой мстительный, озлобленный Бог. Но когда мы смотрим, например, с позиции христианства, которая является следующим этапом развития конкретной культуры, то мы видим, что этот Бог является бескультурным Богом. Он не культура. Это бескультурный Бог. Ну ты сейчас кого-нибудь точно, сейчас кого-то скорбишь точно, потом будут вопросы к тебе. Мы, к сожалению, можем транслировать только свою точку зрения. Здесь никак иначе. Ну я тебя понял, да. То есть, опять же, если... То же самое в индуизме. Будда не пришёл и не сказал, хотя вполне, наверное, имел право сказать, что все ваши боги смерти и разрушения не являются богами. Это просто ваши как бы там архетипы, которые в вашей жизни отыгрываются. Но это не Бог. Хотя для кого-то они являлись вполне себе конкретными источниками мудрости света и ра. Ну я к чему говорю? Что если, например, какая-то общность людей вдруг решит мрак называть светом и будет всем утверждать, и у них это будет, то мы возвращаемся... Помнишь, это волшебный голод Джейлесамина, да? Когда там собаку называли, общность не может назвать. Не, ну в одной определённой стороне решили вот так сделать. Я вот сейчас очень хочу это прояснить. Человек всегда стремится к свету. Всегда. Но на определённом уровне костного сознания и на определённом наличии заблуждений он черпает свет не из того, что мы с более высокого сознания считаем светом. Поэтому даже самые страшные культуры, которые поклоняются чему-то ужасному с нашей точки зрения, на самом деле не хотят поклоняться ужасному. Они черпают какой-то ресурс свет и любовь оттуда, что нам кажется страшным. Ну вот как бы так. Поэтому в любом случае любая культура так или иначе основана на Боге. Вопрос, какой это Бог? Но для тех людей, которые разделяют эту культуру, этот Бог вполне себе реален. Нет, просто пришло время, я говорю ещё раз, называть вещи своими именами. Если кто-то называет, например, мрак светом, то является ли это правдой? Является ли это божественной истиной? Я считаю, что нет. А в этом случае он не может так называться. То же самое, как если кто-то, какая-то общность людей придумала себе какие-то представления, которые не являются божественной мудростью, то этом культурой являться уже не может. Да, поэтому мы говорим современное понятие культуры, когда-то сюда можно вписать вообще что угодно. Надо просто понять, что через 20 лет то, о чем мы сейчас говорим, будет являться безкультуре, мраком, и не 20, может, через 20. Кто знает? Кто знает? Может быть, что-то из того, что мы говорим, будет являться мраком, безкультуре, а что-то скажут, ух ты, ребята правильно говорили. Я думаю, что если мы, например, педофилию будем называть, есть культура педофилии или культура питья, то в этом случае мы понимаем, что это полный бред. Культура питья – интересная вещь, потому что культура питья, конечно же, как культура не является, но вполне логично, что в том же питье лежит определенный ресурс и ценность для людей, и там-то как раз-таки определенный бог присутствует, просто он криво искажен в их сознании. Да не скажу, но создан искусственно, получается так. Получается, что, ещё раз, если мы говорим о первоначальном, божественном, это одно. Если мы говорим о выдуманном кем-то, то это другое. Я всего лишь за то, чтобы вещи называть своими именами. Кошка должна быть кошкой, собака должна быть собакой. Если мы говорим слово «культура», то необходимо понимать тот образ, который изначально в этом слове заложен. Мы же говорим по-русски, иностранного слова «культура» не существует. Это русское слово, наше, славянское. Поэтому для меня уже слово «культура» не может ассоциироваться с саморазрушением через вливание в себя алкогольного пойла, через педофилию, через другие извращения и так далее, которыми, кстати, многие так называемые европейские культуры уже очень хорошо наполнены. Поэтому для меня слово «культура» это то, что является божественной первичной мудростью, светом. И с точки зрения… Если же мы просто говорим о словах «культура», ну тогда, может быть, стоит подобрать уже более правильное слово, чтобы хотя бы людей в сторону не уводить, а сказать, что это не означает слово «культура», это означает какие-то, в принципе, сосуществования, какая-то общая тенденция, ну, придумать какие-то слова, чтобы наше русское светлое слово наконец-то вывести с этой гадости. Вот я к этому всего лишь на все. Ну, это, возможно, имеет смысл для определенного уже такого возвышенного уровня осознания, да? Ну, пора же из гадости-то вылезать, ну, согласись на… Разумеется. Хорошо, значит, с культурой разобрались, что есть представление о чем-то, есть культура. И вот, когда мы уже с тобой разобрались с этим всем, давай же теперь переходить к вопросам, да? Я думаю, что тебе тут уже побеседовать будет уже интересно не только со мной, но и с нашими радиослушками. Народное славянское радио для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части.